И всем привет, ребят! С вами Мистер Вак, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим замечательным командным контрактам. Ну и сегодня мы обсудим промежуточный день, обсудим, что же у нас интересного вокруг них происходит. Ну и отвечу на те вопросы, которые были у нас под вчерашним видеороликом, так как многие не поняли его посыла. Если вам нравятся видеоролики, посвященные командным контрактам, то обязательно забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоина. Для этого настройка игры в аккаунтике стоят и мы личные, так и так темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и забывайте форму, которая есть в описании. Что же касаемо вчерашнего видеоролика и контракта в целом, очень много было всяких таких интересных негативных комментариев, непонятных комментариев, кто-то вообще не понял посыл ролика. По сути там все было связано именно в шуточном формате и, ну, наверное, какой-то конкретики там особо не было. Единственное, наверное, мое личное недовольствие это то, что проценты контрактов мы видим только лишь здесь в виде цифр, а так, в принципе, целиком и полностью это была такая шуточная форма, которую многие не поняли. Ну ладно, это, как говорится, для танкистов нормально, когда они не понимают, что и как происходит. Но что касаемо нашего ивента в целом, то на сегодняшний момент времени командные контракты выглядят следующим образом. У нас закончился пятый день. Это, можно так сказать, экватор ивента. И мой основной аккаунт на рекадуях занял очередное первое место. Но мой второй аккаунт, а именно мульт, занял с шафтэвранами последнее место. То есть у меня идет где-то супер жесткая позиция, а где-то супер печальная позиция. То есть если рассматривать, сколько я заработал очков за рекадуев, то у меня в сумме уже получается 500-900 очков. То есть 900 очку я уже заработал. В шафтэвранах, в свою очередь, я заработал в 2 раза меньше. То есть даже не в 2, здесь уже почти в 2,5 раза меньше. То есть здесь у меня получается 400. Здесь 400, здесь у нас 900. Грустно, когда, конечно, ты попадаешь и зависишь от рандома. Но в любом случае никак повлиять на эту ситуацию мы не можем. Ну и, исходя из той тенденции, которую я вижу на сегодняшний момент времени, уже количество игроков у нас в этих контрактах не прибавляется. То есть, по сути, уже все, кто хотел, купили контракты и просто участвуют. То есть у нас уже четко есть тенденция по набору очков. Да, то есть, Рикадуи стабильно у нас впереди. И Зиндоры тоже плюс-минус стабильно впереди. Шафтэвраны стабильно в самом конце. Ну и Твинзерины то в конце, то почти в конце. Да, то есть вот сейчас у нас такая тенденция. И сейчас у нас вот такая вот ситуация складывается вокруг этого ивента. Дальше встает вопрос, да, продолжится ли это все дело. Очевидно, да. Я не думаю, что здесь уже что-то поменяется. С точки зрения логики, не будут игроки покупать у нас уже особо этот ивент. Ну и на что можно рассчитывать, да? На что можно рассчитывать, исходя из всей этой ситуации? Из всей этой ситуации можно рассчитывать на то, что здесь вы сможете забрать за Шафтэвранов условно одно устройство за 500, да? Одно устройство за 500, ну и какие-то копейки у вас останутся. Если вы готовы докинуть еще здесь купить спецпредложение, может быть там сотки хватит, да? Может быть у вас будет шанс дотянуться до 1000, если еще не последние места Шафтэвраны будут занимать. Что касаемо Рикадуев, то у меня за пол ивента 900, не считаем ту 1000, которую я купил, да? Если плюс-минус также продолжится ивент, то условно у меня будет где-то там 1500, да? То есть у меня будет хватать на одно устройство за 1000 и на одно устройство за 500. Я считаю, что для такого ивента получить два таких устройства, это в принципе очень и очень неплохой результат, да? В любом случае. Дальше, что касаемо заданки сегодняшней. Заданка у нас сегодня такая интересная, не сказать, что она сложная. Я думаю, что ее можно легко и просто выполнить. Здесь нужно собрать три ящика ядерной энергии. Ну и давайте отправимся в быстрый бой. Попробуем запикаться в какую-то катку. По сути, на выполнение этой заданки, если вы подбираете три ядерки с пола, вам нужно потратить 6 минут, если вы заберете три ядерки с карты подряд, да? Все, что вам нужно сделать, законтролить ядерку. Ядерка выпадает у нас раз в минуту 40, да, после ее выпадения. Ну и дальше просто контролите, забираете и фармите супербыстро заданку, да? Делайте акцент исключительно подбора ядерной энергии. Если этот акцент не делать, то можно, конечно, ну, значительно дольше выполнять подобного рода миссию, да? Поэтому советую именно акцентировать внимание четко на подбор дропового расходника. И хотя бы, ну, если там не за 6 минут, то условно за один матчмейкинговый бой постарайтесь забрать, да? Иначе это может растянуться на более длительный период времени. И исходя из того, что я видел у нас, получается, в предыдущие дни, когда было нужно собрать аптечки, да? И аптечки считались именно только с пола. Более чем уверен, что сейчас это будет работать так же само только с дроповыми расходниками из центра, да? Не будет засчитывать ваш личный припас. Ну, я, конечно, могу для эксперимента прожать его, только что-то у нас оверка долго не падает. Я вот все жду, жду этот оуди. А он все что-то как-то падать не хочет уже, по идее, по таймингу должен быть. Вот он начинает падать. Я чувствую себя каким-то голодоловым, как в старые добрые времена. Еду чисто на контроль центральной оудишки, да? Но никто здесь вроде как на нее не выезжает, никто ее не контролит. Соответственно, у нас возможность уже первые оверки есть забрать. Дальше, после подбора минута 40 отчисляете. То есть у меня, по сути, это будет где-то около 10 минут по таймеру. Уже около десятки надо концентрировать свое внимание на овердрайве и стараться его забирать. То есть минута 30 на подготовочку, ну и где-то минута 40 он уже начинает падать, либо уже даже приземляется при минуте 40. То есть вы, грубо говоря, полторы минуты отсчитали себе и уже становитесь под контроль этого оуди. Так, со мной тут здороваются. Ребята, 2-0 мы уже ведем, неплохо складывается у нас эта каточка. Единственное, только здесь может быть досрочка боя. Если будет здесь досрочка в бою, немножечко будет грустновато, что я не успею забрать 3 овердрайва. Но, с другой стороны, тогда, если я не успею забрать 3 оверки, у меня будет возможность проверки одного из овердрайвов, чтобы как раз-таки забрать этот оуди через свое прожатие. Сработает ли оно, вопрос тоже хороший. Поэтому посмотрим, как эта вся ситуация будет у нас складываться. Таймер десяточка, ну и наш овердрайв уже начинает падать. Благо, из наших тиммейтов нет. Все-таки контролит. Все-таки контролит. Ну, поэтому, да, хоппер в этом плане тоже смотрится значительно интереснее, чем, например, мой средний корпус. То, что чел на хоппере может просто взять и выпрыгнуть, и забрать овердрайв. И ни в чем себе не отказывать. Да, я все-таки, если рассматриваю подбор овердрайва с пола, то могу вот так вот жестко обломаться от таких челиков, которые просто берут и выпрыгают. Да, то есть просто берут и выпрыгивают под оверку. При том, что он, я так понимаю, сейчас этот овердрайв будет сохранять еще и до следующей оверки. И по следующей он тоже будет влетать. Ну, единственное, он только может провтыкать тайминг. И тогда он его не заберет. Ну, либо мы сейчас ему тоже немножечко такого контентика подраздадим. Возьму я сразу быстро тоже хоппера. Попробую подконтролить все это дело. Ага, если бы еще этот хоппер бы одевался, было бы вообще великолепно. Но у нас, по сути, здесь, скорее всего, будет супер быстрая досрочка. И, по ходу дела, мы здесь уже овердрайва на центре не увидим. Так как у нас по таймингу еще должно быть где-то секунд 15-20. Если, если тиммейты влетят, то, скорее всего, будет досрочка в рамках этого боя. Ну, либо я сам могу, в принципе, акцентировать внимание на доставке. И заодно проверить теперь немножко другую работу для вас. Специально для вас проверить другую работу этого припаса. То есть у меня сейчас один овердрайв должен быть засчитан. И теперь мы запикаемся в бой, проверим свой личный овердрайв. То есть работает он или не работает. Если работает, то можно считать, что можно намного быстрее выполнить эту заданку. Для тех ребят, которые, например, не хотят ждать овердрайва выпадения в центре. Вы просто берете, нажимаете на одну кнопочку заветную, которая называется Shift. Ну, либо любая другая кнопка, которая у вас поставлена на подбор овердрайва. Ну, и, кстати, тоже перепикивать бои и запикиваться именно в начатый бой. Это тоже один из вариантов как раз-таки быстрого выполнения заданки. Только единственное, смотрите, смотрите, нет, не считается. Не считается. Свой прожатый овердрайв не считается. То есть в очередной раз это работает только лишь так, как работают аптечки. То есть которая была у нас миссия 2 дня назад, где нужно было собирать аптеки с пола. То есть сейчас это работает все так же само. Единственное, только просто смотрите на режимы, куда вы запикиваетесь. Смотрите, чтобы была точка овердрайва на карте. Так как есть, например, как в режиме ЦП. Там ядерка вообще в принципе не падает. Ну и, как уже показывает практика. А, ну вот, кстати, есть такая, например, еще шикарная карта, как Парма. Здесь падает 2 оверки на центре. То есть у вас есть возможность вообще супер быстрого подбора овердрайва. То есть условно тут за 2 минуты можно 2 оверки собрать по-быстренькому. Ну и все. Да, то есть быстро закончить эту миссию. Поэтому мой совет, просто перепикивайте бои. Возьмите себе хоппер, чтобы 100% влетать в эти ядерки. Ну и представьте, как будто ядерка это там мегаголд, условно. Да, чтобы вам было немножечко проще его забирать и контролировать. Так, ну а я свою ядерку первую забираю. Ну и жду вторую дроповую. На вторую, в принципе, можно сразу будет выпрыгивать. Если первая упала, то, скорее всего, сейчас упадет сразу и вторая. И наша миссия будет выполнена. Поэтому мы можем встать в такую полупозицию. Особо никуда не газовать. Только как нас все-таки интересует именно выполнение этой миссии. Вот как в меня. Очевидно, что можно просто спрятаться так. Ну и начинает падать оверка. Прыгаем сразу за ней. Прожимаем оудишку. Забираем оудишку. Вжимаем еще один овердрайв на всякий случай. Ну и забираем наш замечательный контракт с заданкой в виде трех ящиков ядерки. Все максимально просто, только нужно сделать немножечко акцента на ту самую ядерку. Если видеоролик был полезен и интересен, то обязательно поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также пишите, что вы думаете по поводу контрактов. Какая фракция является лучшей на сегодняшний момент времени. Какая команда заберет самое большое количество очков. Ну и пишите, за кого вы попались в рамках этого ивента. И насколько вам сильно везет. Обязательно поддержите его с лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.